Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули на этот мукпанк! И, наконец-то, мы с вами кушаем говяжий язык! Признаться честно, раньше я его не любила и попробовала впервые, наверное, с подружкой, когда снимала мукпанк, и тогда его не заценила. А сейчас это просто мой самый любимый деликатес. Здесь у нас целый говяжий язык, не знаю, получится ли съесть до конца. У меня новый бокал. Купила в единственном экземпляре, очень красивый и небольшой. Пьем мы, значит, фанту, точнее, запиваем фантой. Здесь у нас нашарап, некоторые мыкают в соевый соус. Мне кажется, сюда в тему именно нашарап, кетчуп, тартар, соус, оливки и болгарский перец, также листья салата. Кто кушает вместе со мной, это вам тоже приятного аппетита, а мы с вами приступаем. Я прямо буду руками кушать, без никаких перчаток и всего остального. Вот так вот выглядит говяжий язык, кто не пробовал. И вы знаете, его найти на самом деле не так уж и просто. Обошла просто кучу мясных лавок. Проблема в том, что Говяжий язык Продают вместе с головой. То есть, как правило, Из головы готовят хаш, А язык просто как деликатес. Если вы никогда не пробовали, Обязательно попробуйте. По вкусу чем-то напоминает колбаску, Но намного полезнее. Я последний раз кушала говяжий язык, Когда была на дне рождения У своей подруги Там была Такая тарелочка Со всякими деликатесами Я вот тогда поняла, что я хочу Говяжий язык Вчерашний наш мукбанг Закончился как-то не очень красиво Форс-мажорное обстоятельство Которое привело к тому, Что один день на моем канале не было мукбанга Хотя мукбанг в этот день я снимала Сейчас немножко вам расскажу, что же произошло Вкратце расскажу Не знаю, насколько вам интересна эта тема вообще В общем, отключили свет Я подумала, что свет отключили у всех Что-то произошло Выхожу Выхожу в подъезд И вижу, что лифт прекрасно функционирует У соседей у всех свет есть И нет света только у нас Для меня это стало как-то удивительно Я обратилась к коменданту Он сказал, что подобный случай Уже был в соседнем здании И что надо Возреших Так называется Организация Которая непосредственно нас снабжает электроэнергией Нужно позвонить им Потому что счетчики там везде пломбы И все остальное Мы не можем в такие вещи лезть Я нахожу номер горячей линии Звонем Ровно 20 минут Я стою в линии Ну как стою? Жду Через 20 минут Наконец-то очередь до меня доходит Берет оператор Я, собственно говоря, объясняю ситуацию Как, что, почем Что делать в этой ситуации Говорю, что Комендант сказал, что Это не их Рук дело И мне Сказали, что ждите Ваш запрос мы здесь Отметили В течение дня С вами свяжутся и приедут Что мне остается? Я говорю, окей И жду Проходит час Проходит второй Третий Я жду Во-первых, нету зарядки На телефоне Во-вторых, не работает кондиционер И плюс Вся работа Она просто остановилась У меня просто был Подобный случай Когда у меня не работал интернет Я вот позвонила Я позвонила И мне в течение получаса Приехали сотрудники И все исправили Полчаса ушло на это Я смотрю Я смотрю, уже время Приедут На следующий день Мы утром проснулись Рано Сидим, ждем Идем заряжаем Свои телефоны Вдруг они позвонят У нас постоянно Телефоны с зарядкой То я внизу Заряжаю в машине То там мама К брату пойдет Зарядит Ждем Потом мама говорит Может быть ты еще раз наберешь Я говорю Неохота На линии опять ждать Столько В конце набрала Подождала на линии А потом мне говорят Так никто к вам и не едет То есть эти вопросы Вы должны решать С комендантом У вас там наверное Где-то местный Есть электрик Заплатите и сделайте Они даже не знают В чем проблема Почему нету света Может ли этот вопрос Решить электрик Но это все ладно Если изначально Этот вопрос должен решать Электрик Почему я целый день Нервами Я очень редко Выхожу из себя Но им это удалось Я говорю тогда Почему ваш сотрудник Вчера Не сказал мне Что это Не в нашей компетенции Вызывайте специалистов Нам некогда Мы этим не занимаемся Ну почему бы так Не сказать Короче Слава богу Сегодня Вопрос решился А теперь Аллилуйя У нас есть свет Представляете Оказывается он настолько важен Просто все Абсолютно все связано Со светом Искупаться хочешь Горячей воды нету Даже элементарно Позвонить На горячую линию Тебе нужна зарядка В телефоне Короче Вызвали электрика Заплатили ему деньги Он исправил ситуацию Я поделилась В своем инстаграме И столько людей Мне ответили Что у них была Тоже самая ситуация Что они работают Просто ужасно Кстати у меня Новые ноготочки Я вам показывала Или нет Не помню На прошлом у банки Опять же Уже делала не сама Хожу К женщине К женщине Нет Так наверное Неправильно К девушке Она выглядит Очень молодо Очень красиво Ухоженная Но У нее Сын где-то Возрастом Наверное Чуть младше меня Но выглядит Она безумно ухоженно В этот раз Мне не захотелось Ни френч Ничего такого Просто сделала Однотонные ноготочки Мне просто хотелось Такой цвет Чтобы на фоне Этого цвета Мои ногти Казались темнее Чем Нет Мои руки Казались Загорелые Это у нее новый цвет Я думаю Сделать Еще кстати Хочу ответить Под позу Прошлым мукбанком Был такой комментарий От моей подписчицы Что Айка Последнее время Я твои мукбанки Вообще не могу смотреть Они стали настолько Неинтересные Нудные Ты говоришь Как-то тихо Умирающий лебедь И все остальное Мне хотелось Ответить Дело в том Что Например Вы смотрите меня На протяжении Долгого периода Я взрослею Здесь например В начале своего пути Я снимала пранки Пранки Очень много набирали Сейчас все равно Я не готова Их снимать Несмотря на то Что они набирают Большое количество Просмотров Дело в том Что Я тоже взрослею Я меняюсь Меняются Мои приоритеты В жизни Меняется Мое видение Контента Мне кажется Наоборот Плохо Когда Ты растешь А контент Твой вообще Никак не меняется Например Как у Кати Клэп Вот что Она наподобие Снимала Там не знаю 15 лет назад То же самое Она снимает Сейчас Может уже Не снимает Сейчас Не знаю Суть в том Что я хочу Снимать То что Мне нравится Вести себя Так Как мне нравится И возможно Некоторым Это не по душам Это абсолютно нормально То есть Есть период Когда вы смотрите Одного блогера Потом перестаете А потом Может быть Опять вы Начинаете смотреть То есть Не может быть Такого Что на протяжении Всей своей жизни Вы смотрите Контент Только одного Человека И всегда Вас все устраивает То есть Обычно Как Вот например Аудитория Кто-то перестал Смотреть А на их место Появляются Другие люди Которые недавно Увидели Твой канал Или которые Какой-то период Тебя не смотрели А сейчас опять Начали смотреть И вот так Вот периодами Но я вам честно Могу признаться Сейчас У меня очень хороший Период моего канала То есть У меня стабильно Хорошо набирают Видео Раньше у меня Например Стабильно 20 тысяч Набирали Потом стабильно 30 Потом стабильно 40 Сейчас у меня стабильно 50 набирают Просмотры Мне это нормально Я не считаю Что это плохие показатели Конечно Если сделать стол Супер классно Это видео наберет И 100 тысяч И 150 тысяч И так далее То есть Я на самом деле Очень довольна Своими просмотрами Я не думаю Что мой канал Находится у упадки Я уверена Что вы тоже Так не думаете Я сама На протяжении Долгого периода Смотрела Бьюти-блогершу одну И она старше меня Прям сильно Там пустые баночки Снимала Какой-то вот такой контент Я не пропускала Просто ни одного видео А сейчас что-то мне вообще Это стало неинтересным В последнее время Признаюсь вам честно Я смотрю весь контент Связанный с едой Я не знаю Что произошло Со мной Но мне очень нравится АСМР-видео Мукбанки Поедание Там не знаю Просто Что я кушаю за день Пробую что-то новое Для меня сейчас Это топ Просто контент На этом пожалуй Все Огромное спасибо Что досмотрели Это видео до конца Если оно вам понравилось Обязательно Пишите в комментариях Свое мнение Даже если оно Негативное Или положительное Поверьте мне Никакой разницы В этом нет Также обязательно Не забывайте Подписываться С вами была Айка Пока Бабка старая Стала Стать не может У меня просто Нога затекла Господи